Время 10.40, 7.08.15 Следующий файл Я их потом все вместе соединю Давай, то что это уже скопировано Теперь скопировать Копировать Время 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 Открыть скрипт Открыть скрипт Неоткрыть Время Время Engagement Время 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 Продолжение следует... 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 Режим полной обработки, стоит по умолчанию. Режим полной обработки, стоит по умолчанию, стоит по умолчанию, стоит по умолчанию. Режим полной обработки, стоит по умолчанию, стоит по умолчанию. Режим полной обработки, стоит по умолчанию, стоит по умолчанию. Режим полной обработки, 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 стоит по умолчанию. Продолжение следует... 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 8бит, 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 8бит. É, aqui ele fechou. É, aqui ele fechou. É aqui ele fechou. É. 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 Продолжение следует... 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 Да, вкусительно, да, яблочко. Да, вкусительно, да, яблочко. 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 Дорога. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот, ну, я домой ехать не хотел, потому что я со скандалом уехал. Я решил, что надо ждать на автовокзале, быть в курсе событий, какие там будут происходить с билетами, туда-сюда. К тому же я думал, что на автовокзале есть место, ну, комнату снять. Не более там была реклама, но автовокзал в 8 вечера закрылся, потому что там не данский час. А реклама это где-то по городу снимать, короче, в комнату. В общем, я остался на автовокзале на улице. Ну, в общем, из-за всех этих нервов, мне захотелось сильно есть, если там особо было нечего. Из того, что я ем. Я бы на тот момент... Там, это, напротив, магазин, супермаркет как-то-то уже переименовали. Первый республиканский, раньше это было. На каком днём я в окне был, в общем, всякой фрей не набрал. Типа, там, печенье, вот такого. Напитки. Ну, там всё очень дорого. Вот. Ночью я чай пил, чтоб согреться. Это было, блин, начало июня. Ночью реально холодно было. На 4-5 таких вот по 4 грима с лимоном, чая вымахал. Вот. Перед этим, честно говоря, никогда раньше не ел ни хурму, то самое, не пробовал. И лаваш. И мне захотелось хурмы, либо лаваша. А я взял то и другое. Понятное дело, что оно с мясом. Ну, так я понимал, что я больше никогда этого не съем. Всё-таки решил сделать исключение и купил. Да, мне понравилось, и я позволил себе расслабиться. В общем, часть денег я проделал, часть прокатал. Но у меня деньги оставались. Я рассчитывал то, что я приеду, мне деньги верну. Я всё-таки сильно хотел подпишенную камеру. Вот. Ну, в общем, на следующее утро я провел там ночь. На улице, на лавочке, я так и не уснул. Хотя чувствовал себя прилично нормально, но усталость была, да. На следующее утро я решил пройтись в парку. На парк был с десяти утра. В будний день был. Третье уже июня было. А я возвращался, значит, с парка. Потом звонил Amstore. По дороге там был. Там я мороженое ещё себе покупал. А, в туалет зашёл. Значит, я возвращаюсь, я слышу первые взрывы. Думаю, будет весело. И зашёл в здание автовокзала. Начал подниматься народ, подходить к касту, сюда выдавать билеты. Я же сижу и жду. Вот, и тут время идёт. Десять, одиннадцать, двенадцать. И тут объявляется, оп, автобус в рейс не идёт. Туда-сюда автобус в рейс не идёт. Все начинают сдавать билеты. Оказывается, дороги перекрыли. Начались боевые действия, дороги перекрыты. Потом слышится скорая помощь, сирены. Вот, ну, короче говоря, автобусы не перестали большую часть ходить. Ну, смотря в каком направлении, конечно, ещё. И начали возвращать билеты. Я думал, там вообще, блин, так и останусь. Ну, в общем, стал отчаиваться. Ждал, значит, с семнадцати часов шрифтура. И решил пойти прогуляться, значит, хотел себе купить Плавкиных. Или хотя бы посмотреть, сколько они стоят. И буквально напротив здания автовокзала, там, водитель... Микроавтобуса, что ли, рекламировал до Константиновки без пропуска. Ну, я подошёл, спросил, сколько. Говорит, пропуск есть или нет, справка или нет. Ну, шестьсот пятьдесят. Я думаю, ладно, если сюда не уеду, значит, буду попробовать. В общем, говоря, в четыре часа... А я ещё ходил в офис, там, рядом узнавал, не отменили ли. Пока, говорят, не отменили. В общем, говоря, в четыре часа присылают смс, как бы, приходи, забрайте билет, автобус срез не будет. Ну, я подошёл к пяти... Десяти... Где-то где-то двадцати пять, что ли, было. Вот, ждал билет, получил деньги. И мне, значит, надо, я думал, что где-то рядом автобус забрать вещи. Мне сказали, надо ехать в район радиорынка и забирать там вещи. Ну, они сказали, там, до шести. Это надо было делать за то утро. В общем, я забрал деньги, взял билет, свой значок на багаж. И позвонил этому водитель, я говорю, спрашиваю, завтра ли он будет ехать. Он говорит, да. Он говорит, сегодня я уже четыре ходки делал, и будет пятое. Вот, ну, я отключился, потом иду и думаю, что я буду сидеть и ждать. Смотрю время без пятнадцати пять. Я, короче, бегом, сажусь в такси. Блин, сто рублей, говорят. Я говорю, ладно, поехали. По-моему, сто. Конечно, сильно жирно. Ну, вот, ну, нашел, еле-еле нашел, но по времени вроде как опоздал. Короче, дошел до этого места. Смотрю, а там выдают еще. Они до шести, оказывается, работают. Блин, если бы в офисе не сказали, что до пяти, я бы, блин, троллейбусом доехал. Вот, ну, я, в общем, позвонил водителю, говорю, ждите, я буду. Он собрался как раз уезжать, пришлось обратно опять на такси ехать. Вот, на этот раз уже пятьдесят гривен, да, варился. В общем, сели мы в этот микроавтобус. Ну, мы сначала на машине проехали, а потом пересадка делали. Он мне накалякал спрятку беженца. Вот, проехали посты. Пару раз проверяли нас. Ну, о том, как мы доехали, стреляли или не стреляли по нас, об этом расскажу уже позже. Ух-ух-уха. Ой, бля, это что же мне токсон хватает. Карельеджес. Продолжение следует... 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 Надо пойти прогуляться, пособирать яблочек, потому что моя ябленья уже себя почти полностью исчерпала. Моя камера вне сети может записать в лучшем случае час. Честно говоря, я не знаю, сколько даже. После того, что я съел яблоки, у меня поднялся вес до 77 килограмм. Такой вес у меня должен быть, когда я прыгаю. Там я ничего есть не буду. Поэтому пока я выключаю камеру, она пока остынет. Что-нибудь сниму с собой и возьму. В общем, пока все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.